Я хочу тебя. Так называется способ, описанный в моей книге Суперфирма. В чем он заключается? Вы должны сами искать себе конкретных клиентов с конкретными именами в конкретных областях деятельности. Как это делается? Берете и упоминаете на вашем сайте их лейблы под любым предлогом. Исследования, комментарии к официальному пресс-релизу, гиперссылку ставите на них, чтобы побыстрее отмониторили. И я уверен, в пресс-службу попадет ваш пост или ваша новость о том, что вы о них где-то когда-то чего-то написали. После этого наносится звонок в пресс-службу, в службу маркетинга с предложением о сотрудничестве. Или с предложением конструктивным достаточно. Посыл должен быть такой. Я хочу, чтобы вы стали моим клиентом потому-то, посему-то. По моему опыту только такие предложения и работают. Не надо искать всех клиентов вообще. Кто ваши клиенты? Да все. Кого вы пиарите? Да всех. Кому вы продаете вашу продукцию? Да всем вообще. Так вот это все хрень. Нужно продавать кому-то конкретному, конкретной аудитории, а лучше всего конкретной компании. И это, поверьте, стоит того, чтобы над этим заморочиться, целую неделю составлять, поискать подходы и сделать одно единственное предложение, от которого вы не сможете отказаться. В пиаре это может быть как? Вы придумали клевую идею и смотрите, под какое оно министерство может подойти. Там, скажем, если это с образованием, понятно. Если это с переводами, тоже понятно. Если это, там, скажем, с физкультурой, тоже понятно, куда идти. То же самое и крупные компании. Сужаем максимально, допустим, задача фандрайзинга. Сужаем минимально круг общения. Так вот, как я уже рассказывал в разделе фандрайзинг, важно найти одного спонсора и сделать одно предложение. И оно будет верным. То же самое и по «я хочу тебя». «Я хочу, чтобы вы стали моим клиентом». Вот это должно сквозить в предложении. Аргументированно. Можно подойти к этому нестандартно. Зайдите на архивный сайт агентства гаремного типа «Маньяку». И вы увидите там разделы. Разделы там такие. Наши счастливчики, кто с ними работает постоянно. Счастливы на постоянной основе. Все понятно. Счастливы там по чуть-чуть. И есть раздел «Счастливы» без нас. Nike, Xerox, Microsoft, кто-то там еще. Что мы видим? Мы видим, что в одном ряду с клиентами реальными находятся и потенциальные клиенты. И если люди обладают в этих крупных компаниях чувством юмора, то они наверняка на это отреагируют. И люди из счастливчиков без нас, там счастливы без нас, перетекут в постоянных счастливчиков. Значит, подобный же способ демонстрировала биржа переводов. Внизу была рубрика «Наши потенциальные клиенты» и ссылочки. Пожалуйста. Значит, все друг друга мониторят, видят и в конечном итоге обращаются. Звонок вашей фирмы может быть, конечно, таким. Блин, какого хрена вы нас на вашем сайте разместили? Но обычно самые крепкие знакомства завязываются именно со скандалов. В Почте России был такой нервный пиар-менеджер, который на каждое упоминание в любом контексте реагировал вот так вот болезненно. Но скандал – повод для хорошего крепкого знакомства. Поэтому выбирайте себе клиента самостоятельно, наводите ваш прицел и делайте выстрел. И вы обязательно попадете в цель.